Доброе утро! Здравствуйте! Мы надеемся, что вы уже проснулись и находитесь в прекрасном расположении духа. И не против провести ближайший час в компании двух замечательных людей – Артема и Ани. В первую очередь мы хотим вас поздравить с тем, что пришла весна. Ну, наконец-то! Мы наконец дождались, призимовали. Весна. Как говорят, что весна приходит, когда на улице прекрасное настроение, когда щебечут воробьи. Ты знаешь, а вот в Женеве уже два века и другое есть определение прихода весны. Какое? У них есть официальный каштан. Он находится перед зданием правительства. Понятно. И когда распускается первый листочек на этом каштане, тогда и официально объявляют наступление весны. А если он, допустим, распустится 29 декабря? Такое было. Он как был в 2003 году? Так еще в 2006 вообще была еще интереснее была ситуация. Каштан распустился дважды. Сначала в марте, а потом еще раз в октябре. Так что два раза пришлось им официально объявлять весну. Это вот скворцы, которые являются предвестниками весны. Они прилетели, улетели. Никита, что эта весна с нами делает обратно? А представь, пришлось поля засеивать, наверное, еще раз. Дважды. Собрали то, что посеяли. Дважды и собрали, еще раз засеяли. Ну, каштан-то зацвел. Эти, как называется, рушники и народные рубаки опять постирали обратно. В поле осеем. Ну, давайте посмотрим наш следующий сюжет, наш первый сюжет в этой программе. После затянувшейся зимы погода наконец-то решила побаловать нас первыми лучиками солнца. Кстати, по народной примете, если в день бракосочетания весной выглянуло солнышко, значит, жизнь семьи будет теплой и светлой. Может быть, поэтому на набережной Тирасполя в первый день весны узами брака связали себя восемь пар. Весенние невесты, излучающие улыбки, как никогда были красивы в этот день. Кружева, рюши и валаны платьев привлекали к себе сотни взглядов. И не только женихов и приглашенных гостей, но и всех гуляющих по набережной прохожих. Все капризы весенней погоды были учтены – шубки, курточки и накидки. Однако погода была настолько теплой, что невесты не побоялись снять верхние вещи и подставить плечики под первые лучи солнца. И даже нежный ветерок, который развивал белоснежную фату, не испугал новоиспеченных жен. Да, и эмоции, которые захлестывали молодые семьи, не давали им замерзнуть. Эмоции переполняют нас. Честно, мы еще даже сами, может, чуть не осознаем это все. А почему 1 марта? Нам все задавали этот вопрос. Но это первый день весны, и мы решили, вот первое число, даже это и, пускай будет и пятница. Символично, что расписываются молодые пары теперь здесь, на набережной Террасполя, в так называемом уголке счастья. Беседка молодоженов, замок на счастье и белоснежные лебеди – все, как в американском кино. И даже те, кто еще не решился пожениться, увидев всю эту красоту, наверняка примут решение. А вот свадьба в первый день весны – это очень романтично. У нас была такая перспектива жениться до 30 лет. Вот 3 марта мне 30 лет, 12 супруге будет 30 лет. Вот как бы мы так, как раз возраст Иисуса Христа надо быть, мы так сообща решили и выбрали эту дату. Да и вообще, каждый месяц весны по-своему красив и удивителен. Однако свадьба в марте всегда самая особенная. Светлая и радостная атмосфера этого месяца буквально подталкивает каждого к решительному шагу в жизни. 80% компаний находят работников только благодаря интернету. Вот в социальных сетях они пишут статус, допустим, даю работу. Ты хочешь работать, тебе какой статус? Ищу работу. Умничка. Ты списываешься и вот приходишь в отдел кадров и говоришь, здравствуйте, это я, который списывался, вот моя фотография. Они сверяют фотографию с твоим аккаунтом и готово. Ну, между прочим, каждый восьмой брак заключен благодаря социальным сетям. Ну, и, между прочим, каждый третий развод тоже происходит по милости социальных сетей. Значит, не все-таки хорошо. Конечно. Итак, в нашей программе Зоя Николаева. Одиночество в сети. Нет, одиночество в сети это написал Януш Вишневский. Ну, Зоя Николаева сделала про этот сюжет. Да. Значит, Зоя Николаева. Одиночество в сети. Великая сила интернета. Мы часто слышим и употребляем эту фразу, так как связаны со всемирной сетью, благодаря которой люди могут общаться, находясь за тысячи километров друг от друга. Герои романа «Одиночество в сети» виделись лишь один раз случайно, на вокзале, с которого они направлялись в совершенно противоположные стороны. Он одинокий холостяк, она замужняя женщина, и казалось бы, что их ничего не может связывать, и ничего у них не может быть общего. Но сама судьба столкнула их на том самом месте и зажгла в их сердцах огоньки. Януш Вишневский в своем романе сталкивает героев в интернетной сети как случайных собеседников, не знающих друг друга, и рассказывающих один и тот же случай, совершенно не подозревая, что его героями являются они оба. Это необыкновенное знакомство, ни одно из тех, что каждый день происходит в интернете. Оба героя это чувствуют. Спустя несколько дней для них становится невыносимым испытанием ожидания времени, когда они снова смогут пообщаться. Разделенные множеством километров, они пытаются сблизиться настолько, насколько это вообще возможно. И у них получилось, ведь словами можно прикасаться нежнее, чем руками, а запахи описать так, что у них появляется вкус и цвет. Это прекрасная история, и как бы то ни было, их встреча в реальной жизни неизбежна. Но чтобы узнать, чем же закончилась их виртуальная любовь, советую вам прочитать книгу Януша Вишневского «Одиночество в сети». Марк Зугенберг сделал Фейсбук синий, потому что он был бальтоником и четко понимал оттенки только синего цвета. И странно, я думала, что просто у него любимый цвет синий, вот он и сделал Фейсбук синий цвет. Нет, 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 он сделал его, потому что ты понимаешь уже по каким причинам, а вот для тех, у кого синий цвет любимый, сделала наш сюжет корреспондент. Как ее зовут? Татьяна Македонова. Оттенки всех цветов присутствуют не только в окружающем нас мире, но и в ауре каждого человека. Но какой-то цвет в ней всегда преобладает больше других, и при этом каждый оттенок излучает определенную энергию и имеет свое значение. Синие люди – это люди сильные мира сего. Талантливые, умные, у них высокий интеллект, у них очень сильно развита интуиция. То есть эти люди, они даже воспринимают жизнь не через логику, не через ментал, а они больше воспринимают жизнь через интуицию. Они хорошо себя слышат и они очень хорошо чувствуют. Каждый цвет в нашей ауре занимает определенное место. Например, палитра оттенков синего цвета находится в области от глаз до сердца. Насыщенные теплые тона находятся на самом верху и символизируют ясновидение. То есть человек, предпочитающий индиго или королевско-синий, способен видеть и слышать только настоящую суть вещей и во всем искать логику. Те, кому нравится классический синий, зачастую прислушиваются к своей интуиции, к своим чувствам и ощущениям. Голубой цвет – это наше горло, это голос, это то, как мы умеем говорить, как мы умеем слушать, как мы умеем доносить до другого человека ту информацию, которую хотим донести. То есть ораторы, они говорят на голубом цвете, то есть они используют голубую энергию. Синий цвет помогает расслабиться и в некоторой степени даже успокаивает. Однако, если человек находится в долгой депрессии и при этом его окружает большое количество вещей синего цвета, то эта депрессия может и усилиться. Если я хочу полностью себя нарядить в синий цвет и достаточно долго хожу, месяц, два, три, предпочитаю постоянно одевать синие вещи. Это говорит о том, что не хватает синего цвета в организме. То есть у человека, наоборот, проблемы с интуицией, он себя не слышит. Синим цветом можно пробудить не только интуицию, но даже и наше творчество. Главное не переборщить. И в случае, если вам понадобится чья-то помощь, то лучше обратиться к тем, кому нравится синий цвет. Ведь это обычно тонкие, гармоничные и при этом уверенные в себе натуры. Радует, что пришла весна, наконец-то все цвета, вся палитра освежилась и дышит яркостью. Вот этого зимой не хватало. Не хватало тепла и ярких цветов. Вот чистого неба и светлого голубого не хватало. Солнышко желтого, кстати, контрастный цвет, синий. Синий-желтый? Да. Ты знаешь, кстати, почему небо синее? Ну, нет, я знаю, что ты сейчас мне об этом расскажешь. Да, конечно. Давай, блистай умом. Вот, небо выглядит синим, потому что воздух рассеивает свет с короткой длиной волны, сильнее длинноволнового цвета. Поскольку синий находится на кратковолновом конце видимого спектра, он больше рассеивается в атмосфере, чем красный. Ну, все понятно. Благодаря этому, если посмотреть на участок неба вне солнца, мы увидим голубой цвет. Ну, не фиолетовый, потому что у нас глаз менее чувствительный. Все, я все понял. Что ты понял? Я понял, что небо выглядит синим, потому что воздух рассеивается светлыми короткими длинными волнами. А теперь, друзья, а наш сюжет? Теперь попроще. Да. Небо синего цвета? Я этого еще не знаю. Потому что там крапливники дождя. Я думаю, потому что синий цвет не подошел для утра. Потому что облака белые. Чтоб солнце выходило, наверное. Потому что оттуда дождь идет. Меняется свет, когда ночь состоит, а небо становится черным, потому что солнца нету и закрывает все облака. А когда солнце остается, уже свет появляется на облака и отражает. И облака так становятся голубыми. Деволан Франц Павлович. Первостроитель города Одесса, государственный деятель и выдающийся гидротехник. Родился в семье военных, потомственного барабадского дворянина. С 17 лет уже служит в армии и получает командировки в голландские колонии, которые находились в Африке и Америке. В 1779 году возвращается в Голландию, где строит укрепление против англичан. Просто понимаете, в то время Англия и Голландия не очень-то и дружили. Занимался топографическими исследованиями и составлением карт. Участвовал в составлении атласа юго-восточной части Голландии. В возрасте 34 лет вышел в отставку. Политический кризис в Ниндерландах вынудил его переехать на новую службу в Россию. В качестве майора и инженерного корпуса с годовым окладом 1200 рублей. Девалан служил на русском флоте, воевал против шведов, командовал артиллерией, а затем занимался тем, что разведывал шведские берега. На южных границах России Девалан сначала состоял в комитете строения города и строил порт в городе Николаев. Приняв активное участие в кампании против турков и при осаде и взятии Акермана и Бендер Девалан был удостоен ордена святого Георгия четвертой степени. К началу 1792 года по повелению Екатерины II составили описание завоеванного края между речи Днестра и Южного Буга. Территория была необходима для заселения и развития торговли. Тут-то и началась история Террасполя. После русско-турецкой войны был заключен Яский мир, согласно которому Турция уступала России все земли, так называемую Очаковскую область. Несмотря на подписанный мир, обстановка оставалась очень напряженной. И тогда секретным рескриптом Екатерина II отозвала графу Суворову, во время находился в Финляндии, укрепляла русско-шведские границы и приказала им. Осмотреть территорию Днестра. Деволан в составе экспедиции по строительству крепостей под руководством Суворова совершил поездку по всей границе по Днестру, Черному морю, Крыму и Азовскому морю на предмет портификации. Место было найдено. И 25 июня в 1792 году началось строительство крепости в Перасполе. Крепость Срединная. Строительство крепости велось непосредственно под руководством самого Деволана. Это потом рядом с крепостью и появился наш город Сверасполе. Через два года после начала стройки Суворова направили на подавление восстания в Польше. И князю Зубову было вверено управление и надзор над новым сооружением. Но, сами понимаете, князь поручил это все Деволану. И в 1795 году все запланированное Деволану строение было закончено. Город начала 20-х годов занимал всю центральную часть современного города-терраски. Несколько он был маленький. Улица 25 октября называлась раньше Покровская и была единственной и самой главной. Именно на той улице находились дома зажиточных купцов и вся администрация. Ну а сегодня в центре города стоит память в Франции Деволана. Спасибо, до свидания, поклон. Я работать пошел. Самое раннее упоминание об этой игре датируется 18 веком. Представляете себе, даже существуют чемпионаты ежегодные, которые проводятся для того, чтобы выявить победителя этого спорта. Это спортом считается. Спорт, камень, ножницы, бумага. Да, готово. Давайте. Раз, два, три. Давайте еще раз. Мы сейчас вам расскажем несколько хитростей, которые помогут вам побеждать. Вот смотрите, мы просто уже много раз играли. Но если вы играете с мужчиной, Раз, два, три. Знаете, что они в первую очередь обычно выбрасывают камень, они же мужчины. Так что бумагой вы побеждаете. О, дали по столу и все. А если вы играете с опытным игроком, вот, допустим, таким, как Аня, то есть чемпион школы. Давай, давай. Раз, два, три. Знаете, что чемпионы чаще всего бросают бумагу, потому что она редко используется в этой игре. Ну, конечно, чтобы победить. Вот еще один способ. Когда вы играете, следите за пальцами соперника. Это наглядно показывает. Если напряжены два пальца, ну, то есть вот он кидает, и он уже готовится. Вот такая история. Значит, он собирается выбросить ножницы. Давай еще раз. Если напряжены все пальцы, то он хочет выбросить камень. То есть наблюдаете, и у вас получится выигрывать. Я понял. Тогда я прочту вот что. Запомните. Если соперник два раза... Аня, что я покажу. Внимание, смотрите. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Вот. Если ваш соперник бросает два раза подряд один и тот же символ, то значит, что как-то как человек не любит быть... Предсказуемым. Каким? Предсказуемым. Предсказуемым он выбросит то, что может побить бумагу. Ножницы. То есть, на самом деле, давай еще раз мы с собой сыграем и выявим уже, наконец, кто у нас победил. Готовы. Итак, внимание. Первый Приднестровский объявляет чемпионат по камень и ножницы бумаги. Давай, я сейчас выиграю. Раз, два, три. И еще один совет тогда. Не рассказывайте вашему сопернику обо всех правилах, которые мы вам только что рассказали. Вот если бы я тебе ничего не рассказывал, ты бы не выиграл. Конечно. Все, объявляй сюжет. Раз ты победил, давай. Объявляйся следующий сюжет. Здесь, если я победил, ты работаешь. Я пока пью кофе. Объявляй. Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Татьяны Македон. Она на время сменила профессию и занялась дизайном флористическим. Наконец-то пришла весна. Пора цветения и вдохновения. Но пока еще даже почки на деревьях не появились. Так что сегодня мы будем поднимать настроение цветами, а точнее составлением весеннего букета. Человек, который составляет различные композиции из цветов, это флорист. Профессия довольно творческая и требует неограниченной фантазии. Людмила Николаевна в прошлом инженер, а цветами начала заниматься более пяти лет назад, когда вышла на пенсию. Кстати, флорист должен уметь не только составлять букеты, но также знать особенности выращивания комнатных растений, когда пересаживать, как поливать и чем удобрять. Правда, как говорят сами флористы, составлять букеты, тем более весенние, гораздо проще и интереснее. Можно взять зелененький и располагаем по спиральке. Здесь по спиральке должно быть вот так. И каждый приклеиваем? Да, каждую веточку закрепляем. И как в любом деле, у каждого мастера есть свои хитрости. Например, для того, чтобы букет был пышным, многие флористы используют так называемые распорки из оберточной бумаги. К центральному цветку прикрепляют собранную фольгу и уже к ней крепят остальные цветы. Вообще, когда весна, когда лето, тогда очень хорошо смотрятся букетики сборные. И чем больше цветочков, тем он нежнее. Сейчас мы попробуем еще тюльпанчики. Можно визуально разделить букет на три части и в каждый угол поместить одинаковые цветы. Так букет будет выглядеть богаче. Потом стебли всех цветов необходимо подрезать, чтобы они были одной длины. И еще небольшая деталь. Для завершения букетика мы можем использовать и различную бумагу, пленочку цветочную. Можно использовать сеточку. На такой букетик пойдет около метра сеточки. Складываем ее треугольником и оборачиваем нашу цветочную композицию. Закрепляем степлером, чтобы сетка не расходилась. А снизу мы возьмем вот такую ленточку. Ага, и просто завязать? Не просто. Мы вот так приложим сюда хвостик один оставить. Сделаем несколько оборотов лентой, закрепим ее булавками и завяжем бантик. При составлении любых цветочных композиций профессионалы советуют придерживаться одного главного правила. Вообще должно быть настроение всегда хорошее, когда составляешь букет. Тогда чем у тебя лучше настроение, тем красивее получится букетик. Кстати, даже опытные флористы иногда пользуются подсказками из спецлитературы. Ведь вдохновение вещь непостоянная, да и нюансов довольно много. Вот такая красота у нас получилась в итоге. Советую и вам попробовать сделать что-то подобное. И вы увидите сами, как хорошее настроение еще долго вас не будет покидать. С весенними праздниками вас! Хочется уже действительно весеннего настроения, что-то из цветов сделать, какую-то композицию составить. Но пока есть только подснежники, а их рвать нельзя, они в Красную книгу занесены. Ну да, действительно. Но в этом вопросе нам может помочь специалист. Оксана Матяш. Она может и весеннее настроение создать, и природе не навредить. Давайте посмотрим. Давайте. Мы все с нетерпением ее ждали, и наконец она пришла. Весна. Хоть погода пока не особо радует, но души уже вовсю распускаются цветы. Давайте же делиться своей радостью, своими надеждами и чаяниями с окружающими. На вечеринку по поводу встречи весны, на которую я уверена вас уже позвали, заявимся в самодельном цветочном венке. Итак, чтобы ввести родных и друзей в курс вашего душевного цветения, нам понадобятся три вида проволоки, двусторонний скотч, бечевка, атласная лента, искусственные цветы, бумажные бабочки и ножницы. Для начала из самой упругой проволоки сделаем вот такую дугу с колечками на краях. Обклеим ее двусторонним скотчем и обовьем бечевкой. Затем при помощи бисерной проволоки прикрутим к ней веточки цветов. Основу мы пока отложим и займемся бабочками в голове. Прикрепим каждой бабочке по отрезу средней самой гибкой проволоки и прикрутим их к венку. Далее нам нужно прикрыть всеми совершенствами листиками. И последним шагом привязать атласную ленту к колечкам на концах венка, чтобы можно было регулировать его размер. Вышло некое подобие украинского национального головного убора, но куда более современное и креативное. Не забудьте дополнить его легким весенним нарядом, и тогда роль главной девушки весны вечеринки считайте уже в вашем кармане. Ты знаешь, мы ходили недавно с сыном на спектакль детский. И я видела, что дарят не цветы актерам, а шоколадке. Ну да, даже дети, они все время дарят что-то такое приятное. У тебя бывало такое, да? Да, сейчас. Смотри, что у меня есть. Мне вот специально в сцелях рекламы не буду показывать, но вот это искренне по-честному говорю, прямо на спектакле подарила ребеночек Серому Волку. В спектакле «Заяц стал храбрецом». Как «Заяц стал храбрецом». Вот, точно, мне подарила ребеночек. А еще, будучи, играя Карлсона, мне раздарили варенье. А цветы дарят мужчинам-актерам, да, цветы? Да, дарят без всяких. А какой самый большой букет? На вечернем спектакле могут подарить, не знаю, мне лично какой-то. Миллион алых роз. Ну да, действительно, миллион алых роз. Это было бы здорово. Но я же не Пугачева. Кстати, по поводу розы у меня готов сюжет. Ведь в Тирасполь приезжал. У тебя сюжет про розы? Со спектаклем. Вот, я сейчас посмотрю. И про театр, и про розы. Согласно? Давай, совместим. Смотрите. Если кому-то из вас вдруг захотелось пожаловаться и посетовать на тяжелую жизнь, не спешите. Просто вспомните про Эдит Пиаф. Вот кому действительно пришлось не сладко. Ее удивительная жизнь является примером сильного и чистого духом человека. На улице Свердлова во дворец республики приехал театр с улицы Рос с пластическим спектаклем о жизни великой певицы Эдит Пиаф. Ну, я считаю это очередным событием, театральным событием, потому что приднестровцы, терраспольчане очень интересуются театром. И их приезд, учитывая то, что сегодня с большим успехом прошел детский спектакль, надеюсь, что сегодняшний вечерний взрослый спектакль оправдает надежды. Что ты хочешь для себя подчеркнуть, как будущий актер? Так как это является моноспектакль, это очень сложный процесс. Самому быть на сцене полтора часа, заворожить зрителей. Надо быть разным, чтобы зрителю не наскучило. И сейчас я, надеюсь, получу какие-то умения, уроки, как этого достигнуть. Уважаемые телезрители, сейчас мы спросим у молодого режиссера, что он ждет от спектакля. Ну, в первую очередь, я жду, конечно, замечательной постановки этого замечательного театра с улицы Роскишеневского театра. И очень рад тому, что хоть кто-то поставил спектакль про известную французскую певицу Дит Пиар. И очень, конечно, хочется услышать хоть одну, но известную песню этой замечательной певицы. Спасибо, хорошего спектакля вам. Спасибо. Вот третий, а второй звонок сейчас будет третий и все начнется. Идемте, поспешим. Отзвенели звонки, и спектакль начался. Пьесу «Подам, подам» написала Инна Гриншпут после того, как в театре появился отрывок из монолога «Эдит Пиар». Пьеса вдохновила и режиссера, и труппу. И тогда режиссер предложил молодой актрисе примирить на себя образ. Она страстно, задорно, вызывающе и с болью произнесла монолог. И убедила, как это делала Эдит Пиар, режиссера, что достойна быть звездой. Я пою для вас, для всех, кто собрался сегодня в этом зале. И для тех, кто за его стенами плачет и смеется, любит и ненавидит. Я пою для вас, для всех, для каждого владельца. Для вас, Матана. Для вас, мой иный друг. Для вас. Для нас она пела в этот вечер. Этот спектакль говорит о тяжелом жизненном пути. Девочка, родившаяся у никому неизвестной актрисе, оказалась не нужна собственной матери. Поэтому своего ребенка она отдала своей матери. И бабушка, чтобы ребенок не мешал ей, накачивает ребенка не молоком, а разбавленным вином. И сказать, что я не любила свою дочь. Мы никогда с ней не расставались. Она была самой умной, самой красивой, самой здоровой девочкой. Если бы не этот подонок. Ой! Эдит Пиар помогала пленным французским солдатам во время Второй мировой войны. Приезжая с концертами в лагерь, фотографировалась там на память с немецкими офицерами и пленными солдатами. Именно из этих фотографий и вырезала потом лица военных для фальшивых паспортов. Кстати, скажи своей жене, пусть пойдет прогуляться, пока мы будем тут с тобой. Эдит Пиар никогда не была красивой, но притягивала к себе лучших мужчин той эпохи, которая шли с ней до конца жизни. Ты чувствуешь себя? Королевой! Исполнительница главной роли, актриса Ольга Софрикова, в этот день действительно была королевой. Спектакль о великой женщине, об очень сильной женщине. Счастливой и в одно и то же время не счастливой женщине. Счастливой, потому что она любила столько, сколько она хотела любить. Она прощала, уходила. А не счастливая, потому что как раз именно от этого, что много любви было, а какой-то одной на всю жизнь ее не было. Она занималась своим любимым делом. Она пела, и сцены – это ее дом, ее работа, ее семья. Постановка Юрия Хармелина, мастера искусств Республики Молдова, не оставила приднестровского зрителя равнодушным. Прошу вас. Ну, как я поняла, сюжет был не только про розы, не только про театр, но и про Эдит Пиап. Да, да. Вот шоколад тому подтверждение. Никакая жизнь удалась сегодня. Мы с тобой радуемся тому, что происходит. Настоящее воскресное утро. Шоколад, кофе. Прямо не жизнь, а малина. Ты знаешь, кстати, у кого на самом деле жизнь малина, так это у сербов. Между прочим, Сербия – это крупнейший экспортер малины в мире. Треть всего мирового оборота малины поставляется из Сербии. Ничего себе. Я знаю, что одна из основных ценностей Сербии – это отдых. То есть, чем они отличаются от нас, либо мы от них, тем, что у них есть железобетонный отдых. Вот 100%. Называется он мерак. Это отдых по-сербски. И что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, какую бы должность ни занимали, обязательно у вас должно быть время на отдых. У них даже рабочий график построен таким образом, чтобы обязательно оставалось время отдохнуть. Вот, смотри, допустим, ты серб. У тебя, ну, сколько там, 500 динар. Ну, это мало считается. Но, тем не менее, то есть серб себе позволит на эти деньги пойти отдохнуть. В кабак там куда-нибудь, в ресторан, в заведение с друзьями посидеть, в киношку сходить. Ну, потому что не надо вламывать всю жизнь, как лошадь, а потом в старости, наконец, запомниться и подумать, где вообще жизнь, и когда она прошла, и где в это время был я. Да, и почему я весь седой. Жизнь для того, чтобы получать от нее удовольствие. А иначе... Мне кажется, сербы очень мудрые люди, очень мудро они это придумали. Давайте посмотрим еще, какие у них есть обычаи, и как вообще выглядит Сербия и ее столица Белград. Екатерина Алексеевич, дальше. Сербия и ее визитная карточка столицы Белград заслуживают сегодня нашего внимания. Когда приезжаешь сюда, кажется, отстрадавший свое сербский народ грезит о спокойствии и мирном существовании. Здесь вполне можно сойти за своего, если вас все устраивает, вы веселы, у вас нет камня за пазухой, любите жизнь, крепко приправленную специями, национальную еду, колоритную балканскую музыку, но и немного, знаете, английский. Я им владею в какой-то мере тоже, мы общались по-английски. Если что-то там было непонятно даже по-английски, я говорила по-русски, и не было проблем с пониманием, потому что языки очень схожи. И все-таки это бывшая республика Югославии. И когда-то Югославия дружила с Советским Союзом, и в югославских школах изучали русский язык. Поэтому люди более взрослые еще что-то помнят из русского языка. Вы будете разочарованы, если ожидаете увидеть здесь жизнь на европейский манер. Архитектура изобилует наслоением времен и, прямо скажем, без лоска. Отголоски советской эпохи наиболее отчетливы. Это всем знакомое совковое здание. Но даже такой лаконичный экстерьер Белграда влюбляет с первого взгляда. Как, наверное, в большинстве городов Европы и вообще городов с историей, естественно, очень много старых интересных зданий. И имеет место такое наслоение. Вот прям вот есть очень плотно-плотно стоящие друг к другу здания. Абсолютно видно, что построены в разное время, в разных стилях, с разным уровнем достатка. И все это выглядит как такая мозаика. Очарование города не зависит даже от времени года. Зима в Сербии умеренная, поэтому лютый мороз не застанет вас врасплох. В отличие от первоцветов в середине-то января. Когда здесь были снегопады, о которых я узнавала из общения с семьей по интернету, там слегка присыпало снежком и был абсолютно потрясающий солнечный день, теплый. А на следующий день после него я вышла на улицу, увидела цветущие подснежники и подумала, это чудо. В принципе, местные люди тоже были очень удивлены этому, потому что как бы январь месяц, как ни крути, это не южная страна. Но если погодные аномалии случаются везде, то следующую особенность можно считать характерной только для Сербии. О сердечности этого народа слагают легенды. Очень радушные и обнимают, и целуют, и приглашают, и очень все. Но опять же, не перегибают палку вот в этом, не показывают, что они радушные. То есть это все так достойно, спокойно, но с улыбкой, и просто ты прослабляешься и не думаешь ни о чем, отдыхаешь. Европейская сдержанность дает основания думать, что среди сербов нет богатых людей. И хоть экономика Сербии оставляет желать лучшего, это заблуждение. Я не заметила никакого китча. То есть никто не выходит вот такой вот вальяжной походкой из дорогого автомобиля в шубе, не хлопает дверью, не кричит там, эй, там, швейцар. Нет такого даже в центре, где дорогие магазины, гостиницы. Изучайте нравы народов вместе с нами. В Италии в этом году вступил в силу закон, который запрещает производство пластиковых пакетов. Они взялись, наконец-то, за экологию. И дизайнеры подхватили тоже этот модный тренд, стали думать, как сделать экологическую сумку брендовую какую-нибудь. И знаешь, до чего они додумались в итоге? Они сделали нашу бывшую советскую авоську. Просто сплели из веревок вот нашу авоську. И заработали нереально, возможно, деньги. Я думаю, заработают еще. Смотрите, какая идея. Я взял веревки и... А по-любому ты кто-то наш, кто вот уехал из России когда-то и придумал. В России придумали давным-давно ее. Вот мы прекрасно знаем, да, что распался Советский Союз. И, к сожалению, вместе с ним распалась, так сказать, развязалась авоська. Развязалась авоська. Ну, пускай, возможно, да. В авоськах было неудобно носить отоваренный в магазине продукт. Или там... Сигареты поштучные. Поштучные. Семечки и гречку там ты купил, она все рассыпалась. Но, тем не менее, это было... Лицо, это был бренд. Бренд. Бренд Советского Союза. Авоська. Ух ты. Ты знаешь, почему она авоська, кстати? Нет. Говорят, все началось в 35-м году, когда Аркадий Райкин вышел на сцену. С авоськой у него был такой номер. И вот он вышел с этой авоськой и говорит, это авоська, авось я в ней что-нибудь принесу. Ну, и название прижилось, так ее и называют теперь. Авоська. Давайте посмотрим сюжет Александра Шипиловой об этой интересной экологической сумке. Авось, он нам не понравится. Авось. В конце 19 века у чешского предпринимателя Вавржина Крчила, который выпускал сеточки для волос, упали продажи. Но он не растерялся, добавив к ним ручки. И он придумал новый вид хозяйственной сумки. Так появилась авоська. Из авоськи делали снасти для ловли раков, в ней хранили овощи, дети делали из нее сетку на баскетбольное кольцо. Авоська универсальна. Ее преимущества перед пакетом очевидны. Пакет ограничен, авоська многогранна. В нее можно положить все, что угодно. Она очень прочная и меняет свою форму. С 1960-х годов авоська была практически в каждом доме. Молоко помню, еще в бутылочках таких стеклянных было и авоськой все видно было. С сеточкой диагональкой, это же известно. А как она называлась? Авоська. С авоськами, с такими сеточками ходили. В советское время ходили вместо пакета, в суммы ходили с авоськами. Это же авоська, да, вот такие слова мы забываем. А вот нынешнее поколение и не знает, что такое авоська. Мы учились что-то в школе, но нет, я не знаю. В сложенном виде авоська занимает очень мало места, поэтому ее удобно брать с собой в сумку или в карман. Правда, были у авоськи и свои недостатки. Потому что цеплялась за эту авоську, все, пока вынесли из этой авоськи продукт, она цепляется, отнимала много времени. Авоську можно встретить даже в кино. В телесериале гости из будущего Коля Герасимов, выйдя из дома за кефиром с авоськой, попадает в будущее, где с ним происходят невероятные приключения. Причем авоську из рук он не выпускает. А помните, как во всеми любимом фильме бриллиантовая рука Семен Семенович положил было в авоську пистолет? Семен Семенович, ну что вы! И вот теперь модники, возможно, стряхнут в сумке пыль. В последнее время авоськи стали завоевывать мировые подиумы. Это знаменитая в прошлом сумка, сейчас в тренде даже у Дольче Габана. В общем, любви народа к авоське и авоське к народу не занимается. Авоська – это целая идеология, понимаете? Это был принцип прозрачности. То есть ты вошел в магазин, отоварился, и все твои сограждане видят, как ты живешь. Что ты честный работник, вот купил себе, вот идешь домой кормить собаку. Я сейчас спрашиваю, где вы апельсины взяли? А где у нас сейчас туалетную бумагу продают? Это же тогда не достать ничего еще было? Да, вот мне нравится, что ты совместила апельсины и туалетную бумагу. Действительно, ведь это был дефицит. А сейчас, вот, пошел себе, набрал и жируй. Я знаю еще одно место, где вот такая же идеология прозрачности. Да? Да. Это общежитие. Вот там все знают, что у тебя на обед, что ты сегодня будешь есть, какой у тебя достаток. И все на виду. Давайте посмотрим наш сюжет. Увидите сами. Студент всегда голодный. Не думайте, они не специально голодают, чтобы показать всему миру, что они умные, так усиленно работают и учатся, что на еду у них не остается ни одной свободной мундочки. Нет, голодать не модно и не стильно. Просто готовить некогда, а иногда и не из чего. Если вы были студентом, то понимаете, о чем я. Ну вот, как видите, осталось у меня почти ничего. И как печально, что эта ситуация повторяется каждый раз. Особенно часто это происходит в среду, в четверг и в пятницу, под конец недели, когда заканчивается все, что мама наготовила сумки, и деньги уже под конец уже все заканчиваются. Приходится импровизировать. Когда с едой все совсем плохо, обращаемся за помощью к соседям. Если пройтись по всем комнатам, можно насобирать продуктов даже на полноценный борщ. Привет, у тебя томат есть? Главное правило – сегодня ты помог соседу, завтра он поможет тебе. Так что с голоду умереть вам не дадут. Готовят на общей кухне. Все, что нужно, берем с собой и стараемся не потерять что-нибудь по дороге. Тут главное – занять свободную конфорку. Ведь готовят все в одно время, когда возвращаются с пар. Самые популярные продукты – макароны и картошка. Каких только вариантов их приготовления вы тут не увидите. Только в общаге можно попробовать жареные макароны. По окончании приготовления ни в коем случае не стоит оставлять свой шедевр без присмотра. Потому что дегустаторов в общежитии – куча. И дело даже не в том, что вам потом ничего не останется. Хотя такое тоже бывает. Кто-нибудь может вам насолить. Причем из самых благих намерений. Ну а когда все готово, если кухню открывали вы, нужно сдать ключ на вакту. И обычно всегда, когда вы спешите, кто-нибудь обязательно оставит кастрюлю на плите. Третий этаж – вся кастрюля на кухне. Даже если раньше вы умели готовить только чай, в общаге научитесь всему. Пусть иногда и путем неудачных экспериментов. Здесь и рецепт подскажут, и с продуктами помогут. Ну и вообще, поддержат. Давно у тебя хотелось спросить, что такое успех? Ну, смотри, успех, я думаю, что… Что такое патриотизм? Патриотизм – это, я считаю… Как ты думаешь, что такое радость? Артем, что с тобой? Можно я отвечу на какой-нибудь вопрос? Нет, я просто… И что за вопросы вообще? Патриотизм? Да это просто остаток, остаток. Я просто на днях общался с Розенбаумом, и вот эти же вопросы, я хотел узнать его мнение, и вот и твое, думаю. Может быть, чем-то вот… Ты уверен, что ты общался с Розенбаумом? Ты общался с Розенбаумом? Да, да, ну, довелось, честно. Что, честно? Да, не приснилось. И чтобы не приснилось, я тебе даже вот докажу, я снял на камеру. Тимофеевым, мы были вместе с Тимофеевым, скажи громко «да». Да, да. Вот, мы вместе были. Ну, давайте посмотрим, как Артем общался с Александром Розенбаумом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые телезрители. Нам сегодня выпал счастливый шанс пообщаться с народным артистом Российской Федерации, поэтом, композитором, певцом, врачом, актером Александром Розенбаумом. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Огромное вам спасибо за то, что вы вновь приехали в нашу республику, в ее столицу, город Тирасполь, с благотворительным концертом. На протяжении многих лет ваши концерты проходят с неизменным успехом. Позвольте мне, молодому начинающему артисту, узнать рецепт этого успеха. Любить свое дело, стараться делать его профессионально, честно, и при этом любить публику свою. Людей любить надо просто. Надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе, да? И уважать тех людей, для которых ты трудишься. Вот и все. Люди, для которых вы трудитесь, называют вас народным поющим поэтом. А для многих вы кумир. Я хочу узнать, у вас есть кумиры? У меня был кумир, когда я занимался спортом в юношеском возрасте. Моим кумиром был Валерий Попенченко, олимпийский чемпион, который был для меня кумиром в мальчишеском понимании этого слова. Моими кумирами были Битлз. Александр Яковлевич Разумбаум – уроженец Ленинграда. София Миляева подарила миру кумира 13 сентября 1951 года. Воспитывался в семье студентов-одноклассников медицинского института, что отразилось на дальнейшем выборе профессии. На протяжении пяти лет учится в Первом медицинском институте в Ленинграде, где до сих пор ежегодно дает концерты. Ты владеешь миром, как будто ты не стоишь в нем ничего, а как много выпало снега, да как же кто... Александр Яковлевич Разумбаум – уроженец Ленинграда. Начал свой музыкальный путь в пять лет. Выпускник музыкальной школы по классу фортепиано и скрипки. А замгитары учился у известного гитариста Михаила Минина. Плох тот ученик, который не превзойдет своего учителя. Александр превзошел все ожидания. На сцене вы создаете образ настоящего мужчины. Я не создаю образа. Я ничего не создаю. Я просто пою песни. Вы такой, какой вы есть? Абсолютно. Сильный, мудрый, патриотичный. Это я не знаю. Это не мне судить. Но это мои вот ощущения. И знаете, я, ну, позволю себе в силу возраста мыслить, что мудрость придет со временем. Ну, если, конечно, постараться. Конечно. А вот чувство патриотизма. Что надо сделать сейчас в современном мире, чтобы у молодежи появилось чувство патриотизма? Любви к родине. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Ну, прежде всего, государство должно любить свой народ. Вот, это для начала. Любить и уважать свой народ. Общаться с ним, как с соседями по коммунальной квартире. Как с людьми, с которыми ты живешь вместе, рядом. Надо говорить им правду. Нельзя их обманывать. Нужно быть с ними искренними. Я знаю, что одно время вы хотели создать газету «Радость». Радость, да. Мне просто интересно, что вас радует? Меня радует то, что вот сейчас три оператора делают профессиональную работу. Вы у меня берете интервью профессионально. У нас прошел хороший концерт. Водители троллейбусов ездят и возят людей. Меня не радует, когда я в ресторанах ем хлебную корзину, которая не пахнет хлебом. Поэтому газета «Радость» моя, если она такая когда-нибудь будет, она будет радоваться каждому проданному украинскому яблоку в Украине. Каждой проданной молдавской виноградине в Молдавии. Вот тогда я буду радоваться. В конце каждого интервью вы желаете всем телезрителям, либо публике здоровья и мира. Да. Я бы очень хотел, чтобы вы сегодня что-нибудь посоветовали нынешнему поколению. Как стать героем этого времени? Учиться. Я ничего не посоветую лучше Владимира Ильича. Учиться, учиться и учиться. То, что помнил, прилетали на знакомое окно. Депутат Государственной Думы, вице-президент и художественный руководитель концертного общества «Великий дом». Поэт, выпустивший более чем 15 сборников. Республику покидал в хорошем настроении. Я уеду с хорошим ощущением, потому что концерт состоялся. Люди, по-моему, были довольны очень. А если люди довольны, то и артист счастлив. Огромное спасибо вам. Мира и здоровья и счастья. Спасибо. Вы знаете, еще одно интересное культурное событие произошло. Может быть, ты скажешь, что ты там тоже был? Нет. 24 февраля вручали премию «Оскар» в Америке. Ты там не был? Нет, 24-го я не хочу говорить плохого, но отходил от 23-го, потому что работал 23-го, ничего плохого не делал. Кстати, вот эта вот заветная награда досталась картине «Операция Арго». Вдвойне почетно было то, что победителя объявила сама первая леди страны, Мишель Обама. Но, к сожалению, жена президента не смогла приехать в кинотеатр «Лодолби», где происходила церемония награждения. Но все гости смогли наблюдать, как она вскрывает конверт с именем победителя при помощи видеотрансляции. Да, триумф Бена Аффлека от такой победы стал еще более убедительным. Давайте посмотрим, что же это за фильм стал победителем, что же это за «Операция Арго». «Оскароносная операция Арго» вызвала широчайший резонанс не только в киноиндустрии и средствах массовой информации, но даже на политическом уровне. Министр культуры Ирана, к примеру, считает, что Арго – очередная отравля его страны. И, интерпретируя его высказывания, политический заказ на уровне киноиндустрии. Справедливости ради, без предвзятости могу согласиться. Однако более захватывающих сцен и драматичности происходящего не видела давно. За уже одно это киномания сегодня посвящается лучшему фильму 2012 года, по мнению Американской киноакадемии. Фильм основан на реальных событиях. Действия иранских властей шокировали цивилизованный мир. Быстрее, быстрее! Уничтожайте документы! Посольство, захваченное и более чем 60 граждан США, удерживаются в качестве заложников. Шести американцам удалось сбежать из заточения и найти укрытие у канадского посла. В случае обнаружения им грозит неминуемая смерть. Если их найдут, казнь устроят лютую. Белый дом требует освободить их любой ценой. Стратегический план спасения американских сограждан, приведенный в исполнение Банна Мафликом, признан лучшим из худших. И утвержден, под видом съемочной из Голливуда американцы проникают в экзотическую страну с жестокими нравами. Сердце мусульманской республики, революционные настроения, до зубов вооруженные местные. И те, чьей доли не позавидуешь, идут на авантюру. Вы прям верите, что эта сказочка поможет, когда к затылку приставят ствол? Эта сказочка – все, что стоит между вашим затылком и тем стволом. Что ж, интригующие сцены, пронизывающие страхом и напряжением, оставим для вашего личного просмотра. Иранская реакция последовала незамедлительно. Оскорбленный режиссер Иранец готовит ответную, как он надеется, сенсацию, генеральный штаб. Остается ждать, что новый проект увидит свет и наверняка получит не менее скандальную репутацию. Говорим спасибо нашим спонсорам. Торговый центр «Минск», бутик номер 020, магазин First Fashion. Ребята торгуют модной мужской одеждой и обувью. Огромное вам спасибо. Я хочу сказать спасибо магазину женской одежды «Ирис». Он находится в торговом центре «Тик», бутик номер 21. Спасибо вам большое. Вот уже в маркетинге давно заметили, что использование паскриптума невольно заставляет человека перечитать письмо, либо абзац заново. Но отнестись к прочитанным с большими трепетами и уважением. Если вы еще раз хотите пересмотреть нашу программу, заходите на наш сайт вот здесь. А пока посмотрите наш паскриптум. И не против провести ближайший час в компании замечательных людей. Они, они и Артем. Вышло некое подобие украинского национального... Выглянуло солнышко, значит семья будет светлой и теплой. Нет, его еще раз. Так что сегодня мы будем поднимать настроение. И не просто провести ближайший час в компании двух замечательных людей. Артема и Ани. Не вижу. Давай. На вечеринку по поводу встречи весны, на которую, я уверена, вас уже пригласили. Ну, пока есть только ла... Ландыши пока только есть. Ваш первый супружеский поцелуй гостей. Поддержите молодых. Гениальному артисту не нужен никакой... Но пока еще даже почки на деревьях не распустились. Так что сегодня не появились. И тогда роль главной девушки лесной вечеринки... Пау! Я люблю тебя, жизнь. Что само по себе и не новое. Абажур. Здесь становишься гостем ушедшей и такой родной эпохи. Мы находимся на пересечении улиц Карла Липкнехта и Ленина. Абажур. Заказ столиков и банкетов по телефону 555-09. Мы рассказали вам о самом интересном обо всем том, что мы узнали за эту неделю. Теперь хочется пожелать понедельник с радостью. Бегите на работу. Ну, а каждый вечер в хорошем настроении возвращайтесь домой. Don't worry, be happy. Ну, конечно, весна же пришла. Всё снято, стоп. Да. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»